Белли Камраша, диспрезентейшн Белли Нарашин. Специалист по международному сотрудничеству Корейского научного центра Российской Академии наук, региональное сотрудничество и вопросы гуманитарной безопасности северных и периферийных территорий, директор некоммерческого партнерства Северцентра Игорь Шевчук. Уважаемые участники конференции, добрый день. Большое спасибо организаторам за предоставленную возможность выступить. Эта презентация – это попытка оценить и рассказать о том, как между собой связаны региональное развитие и вопросы безопасности, в первую очередь гуманитарной безопасности, с примером в области сотрудничества, приграничного сотрудничества. У нас в Корее накоплен огромный опыт гуманитарного сотрудничества, и редко когда на него мы смотрим с позицией изучения вопроса безопасности, а на самом деле получается, что это происходит практически ежедневно. В конце презентации я также представлю вам небольшой проект, который может служить проектом. То есть это попытка оценить возможные платформы для того, чтобы оценивать существующие риски и их упрощать. Два слова скажу о том, что будет в этой презентации. Конечно, в прошлый раз стоит подчеркнуть, что такое северная Россия, какие там суровые условия жизни. Приграничное сотрудничество, как я уже сказал, будет взято как пример регионального развития. Другой пример, который также большое значение имеет и для регионального сотрудничества, и для органического сотрудничества, это добыча полезных выступаемых. И связанные с этим конфликты, о том, какое значение эти конфликты имеют для регионального развития. Система предотвращения конфликтов – это первые шаги, которые мы делаем в региональном развитии этой области. Все знают эту картинку. Сколько территорий занимает север в России. Север – это, безусловно, регион регионов, и в последние годы все большее значение этому уделяется. Может быть, баринцев и европейские регионы не теряют какие-то свои лучшие стороны. Но на смену этому формату приходят другие. Мы очень, естественно, работаем в программах по личному сотрудничеству Европейского союза, и Министерство регионального развития России, в этот раз уже даже научилось хорошо помогать нам в этом. Здесь, что важно отметить, то, что на региональном сотрудничестве, несмотря на его большей степени за гуманитарный характер, особенно в проектах Европейского союза, тем не менее, внешние факторы оказывают большое значение, и все больше и больше они, к сожалению или к счастью, будут влиять на ситуацию. Вот приграничное сотрудничество, все-таки в посередине этого слова есть граница, отсюда возникают связанные с этим вызовы. Считается, что программы приграничного сотрудничества остались вне санкций, это так. Мы надеемся, что эти программы будут реализованы. Сейчас уже второй этап у них идет, и всем участникам видно, что санкции на них не погуляют. Но, тем не менее, в любом случае, мы ощущаем влияние санкций даже в том смысле, что контактов стало меньше, и мы предвидим, что даже элементарно-технические вещи, как поставка второго оборудования, могут быть затруднены в связи с этим. В любом случае, мы уверены в том, что приграничное сотрудничество служит лучшему региональному развитию, и множество наших проектов лишний раз доказывают это. Что же касается природных ресурсов, то для регионального развития важным оказывается фактор возможных конфликтов, связанных с их добычей. Здесь на картинке представлены некоторые факты из корейской действительности, это столкновение интересов про различных групп участников по поводу освоения тех или иных территорий и полезных ископаемых. Это не только российская проблема, но и в других северных регионах это также актуально. Внизу в виде корейского фермера, который поливает себя водой, знак протеста против дорог, что ему дает доступ к его землю, потому что там строится дорога. То есть это общая проблема, и она, конечно, и эта проблема закругляет вопросы регионального развития, что отражается на ежедневной жизни людей. В России принято считать, что мягкая безопасность и кростка, они как-то существуют независимо друг от друга, но практика показывает, что эти вопросы зачастую очень плотно связаны. Например, если территория, пригодичная территория, она связана с более жестким режимом землепользования, как это влияет на региональный развитие? Да, очень серьезно. Если мы возьмем, например, такой город Кастануша, который находится в Карелии, большой, развивающийся город, и вот пригодичная территория накладывает серьезные ограничения на систему расселения, на систему землепользования и на хозяйство на своей территории. Что это? Это вопрос? Это вызов безопасности или нет? Как с этим делать? Из чего мы исходим, когда говорим о том, какие существуют конфликты, связанные со строением ресурсов? Конечно, в первую очередь это то, что очень большие группы действующих лиц вовлечены в эти конфликты. Эти конфликты, с другой стороны, закладывают основу для будущих реформ, то есть вопрос предотвращения и играет большую роль для того, чтобы в будущем они не появлялись. И, конечно, сам конфликт – это симптом структурных проблем, которые ограничивают устойчивое отопитие региона. Ну и управление конфликтов, конечно, создает такую основу для того, чтобы природные ресурсы и управление ими осуществлялось на устойчивой основе. Мы предлагаем построить в рамках пробного проекта систему, может быть, не совсем еще предотвращения, но, по крайней мере, оценки возможностей, как последние возможности предотвращения этих конфликтов, закладывая туда систему коммуникации между различными действующими лицами и выкладывая это сотрудничество на такую онлайн-основу. То есть, если при обычном подходе это, условно назовем его, рабочие группы, в большей степени эффективны для маленьких групп и поток информации, обмена информацией ограничен, то если на такую электронную платформу мы положим коммуникацию, то, конечно, это снижает издержки и создает возможности для обработки больших массивов данных и, так же, это позволяет осуществлять сравнительный анализ конфликтных ситуаций на разных территориях и разных условиях. Такие попытки осуществляются. Вот, например, одна из них — это карта конфликтов в рамках одного из проектов международных. Каждая точка на нем пикабельна и вызывает информацию о том, что она в конфликте в области или проблемной ситуации, в области освоения ресурсов. Наши аспиранты набросали то, как может выглядеть эта платформа, если мы ее переложим в наши условия. У нас все-таки мы не будем замачиваться на весь мир, но если посмотреть на европейскую часть севера, то есть те больные точки, которые существуют, а для этого основу нужно взять те же точки, которые были сделаны в рамках одного из проектов организма авиатуратического региона — это горячие точки по вопросам защиты окружающей среды. Если наложить на современные данные, которые получены, которые имеются, то можно получить такое описание того или иного конфликта, наложить его на карту, то есть делать типологизацию, построить основу для коммуникации в области того, как искать выходы из сложившей ситуации, какие решения предлагать, и таким образом способствовать разрешению этого конфликта. Результаты этого проекта могли бы сказать, во-первых, это крепкая и действующая сеть экспертов и обмена опытом в этой области, независимая техническая оценка, конечно, план действий по предупреждению этих конфликтов, ну и так далее. В любом случае, это будет все сделано во благо регионального развития, а значит и людей, которые живут на нашей северной территории. Спасибо большое за внимание и добро пожаловать в Корею.